Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. В этом мастер-классе хочу поделиться с Вами одной интересной идеей, которая может стать оригинальным подарком. В общем, есть у меня подруга, которая облюбовала для себя вот такие духи. Не буду вдаваться в подробности, что это за духи, тем более что название с этикетки уже стерлось. Продаются они вот в таком флаконе, стеклянные стенки которого достаточно тонкие, а так как в сумочке настоящей женщины всегда очень много всего необходимого, предыдущий флакон был успешно раздавлен. Поэтому я решила защитить любимые духи подруги и связала для них вот такой чехол из бисера. Согласитесь, так будет надежнее и выглядят они теперь немного привлекательнее, чем просто стекляшка. Кому понравилась такая идея, оставайтесь, расскажу как связать такой футляр для любимых духов, более подробно покажу именно этот размер, а также расскажу как сделать расчеты для других размеров. Итак, приступим. Для работы нам понадобится качественный чешский бисер. Я лично покупаю бисер только в проверенных магазинах, чтобы не попасться на подделку, и мой любимый магазин Мелодия Бисера, ссылку как всегда оставлю под видео. Цвета Вы подбираете в зависимости с выбранной схемой. Для моей схемы нужно всего три цвета, белый, голубой и темно-синий. Это матовые оттенки, номера цветов оставлю в описании. Насыпаем бисер кучками, так, чтобы Вам было удобно набирать его. Ближе к себе расположите тот цвет, которого больше всего в схеме. Ну и конечно, для работы с бисером желательно обзавестись силиконовым ковриком. Я брала этот коврик на Алиэкспресс, он очень удобный, стоит копейки, пользуюсь только им. Еще нам понадобятся нитки, подходящие по цвету к бисеру. Я беру специально для Вас светлые нитки, потому что на темных показывать бесполезно, Вы ничего не увидите. Буду вязать по тоже, чтобы нитки не проглядывали. И всем советую обзавестись двойной иглой для набора бисера. Разъединяем бока иглы, заводим в нее хвостик нити и можно приступать к набору. Нить далеко протягивать в иглу не нужно, она надежно зафиксирована и не выскочит. Теперь поговорим о том, где брать схему. Переходим по ссылке в описании на сайт Crotchet Bitpaint Info. Если нужно, регистрируемся. По размерам моего пузырька нужна схема на 27 бисерин. Выбираем в поле поиска количество бисерин 27. Повторяю о том, как рассчитать количество бисерин, поговорим дальше. Crotchet Bitpaint Info – это бесплатная библиотека схем для вязания с бисером. И самое приятное, на этом сервисе Вы можете запустить диктовалку и не думать, с какой стороны начинать набор схемы. Дело в том, что я постоянно получаю от Вас вопросы о том, как набирать бисер, справа налево или сверху вниз. Просто включайте диктовалку и наслаждайтесь набором ни о чем не думая. Итак, Вы видите, какое количество интересных схем есть на этом сайте. Выбирайте ту, которая Вам больше по душе. Заходим в нее и включаем диктовалку. Белый – 1, синий – 4, белый – 1, синий – 8. Теперь давайте поговорим о расчетах. У меня бутылочка с духами диаметром 1,5 см. и, как Вы поняли, на нее подойдет схема в 27 бисерин. А для того, чтобы сделать расчеты на другой размер, придется связать образец. Наберите на нить какое-то количество бисера для образца. И, чтобы узнать, каких размеров вязать образец, считаем, сколько надетого на нить бисера поместится по окружности бутылки. У меня вышло 32 бисерины. Это количество точно больше, чем требуется, так как бисер на вязаном полотне встает под наклоном и его расположение будет чуть реже. Далее вяжем цепочку из такого количества воздушных петель, сколько насчитали бисеринок. Соединяем ее в круг и начинаем вязать. Сначала можно связать манжетик столбиками без накида, чтобы выровнять свою плотность вязания. Затем начинаем вязать с бисером. Вяжем до тех пор, пока не получите ту плотность, с которой чехол для духов будет выглядеть ровно и красиво. И только тогда надеваем на бутылек и смотрим, сколько бисерин у нас в круге лишних. Отнимаем их от первоначального количества и получаем нужный размер. По высоте в одном сантиметре получается примерно шесть рядов. Исходя из этого, подбирайте схему, чтобы рисунок хорошо вписался в готовое изделие. Набрав бисер по схеме, добавляем еще 70 бисерин для донышка. Как это посчитать? Дно мы будем вязать из семи клиньев, значит в первом ряду будет 7 бисерин, во втором 14, в третьем 21, в четвертом 28. То есть наша задача выйти на 27 бисерин в ряду, чтобы продолжить вязание по схеме. И всего получается 70 бисерин нам нужно набрать для донышка. Начинаем вязать. Берем крючок, у меня это 0,8 мм, можно взять размер 0,9 или 1. Делаем кольцо амигуруми, обматываем нить вокруг пальца, заводим крючок под ниточку и достаем петельку. Затем провязываем одну петлю подъема. Теперь можно снять это кольцо с пальца и сейчас нам необходимо провязать в него 7 столбиков без накида. Провязали 7 столбиков, тянем за хвостик нити и затягиваем кольцо. В завершении ряда делаем соединительный столбик в первую петлю. У нас должен получиться вот такой ровный цветочек. Для первого ряда отсчитываем 7 бисерин и пододвигаем их к работе. Заводим крючок в первую петлю, пододвигаем бисерину, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю, затем провязываем две петли, которые у нас образовались на крючке. Снова заводим крючок в следующую петлю, пододвигаем бисерину, захватываем нить и провязываем столбик без накида. Так продолжаем до конца ряда, в каждую петлю провязываем одну бисерину. Для второго ряда пододвигаем к работе уже 14 бисерин. Теперь нам нужно над каждой бисериной первого ряда провязать по две новых бисерины. Заходим под две дольки косички над бисеринкой и провязываем первый столбик с бисером. Дальше снова заходим крючком в то же место и вяжем еще один столбик с бисером. Находим две дольки косички над второй бисериной и провязываем сюда следующие два столбика с бисером. Так продолжаем вязать дальше до конца ряда. Не забываем считать, все 14 бисерин у Вас должны уместиться в этом ряду. Для следующего ряда добавляем еще 7 бисерин и пододвигаем к работе 21 бисеринку. Находим первую петлю, в нее мы провязываем один столбик с бисером. Во вторую петлю делаем прибавку и вяжем два столбика с бисером. В третью петлю нужно будет провязать снова один столбик, в четвертую два столбика вместе. И так продолжаем до конца ряда. Итак, мы провязали в этом ряду 21 столбик с бисером. И посмотрите, в серединке бисер уже пододвинулся и заполнил пространство в центре. И остался у нас последний ряд донышка. Добавляем еще 7 бисерин и пододвигаем к работе 28 бисерин. В этом ряду мы будем вязать прибавки через два столбика. То есть в первую петлю вяжем один столбик с бисером, во вторую петлю снова один столбик, а в третью петлю делаем прибавку и провязываем два столбика вместе. Затем снова идут два столбика по одному в каждую петлю и снова прибавка, два столбика с бисером вместе. Так продолжаем вязать дальше до последней прибавки в ряду. Когда мы дошли до конца ряда, последнюю прибавку не делаем, так как нам нужно не 28, а 27 бисерин в ряду. И дальше продолжаем вязать без прибавок, но сначала убедитесь, что у Вас все связано правильно и пересчитайте все бисеринки в ряду. Делаем предварительную примерку, чтобы убедиться в том, что расчеты наши сделаны верно. Донышко закрылось, можно продолжать вязать дальше. В процессе вязания обязательно наблюдайте за тем, как складывается узор. Почаще пересчитывайте количество бисерин в ряду, потому что одна пропущенная или наоборот лишняя набранная бисерина может изменить узор схемы до неузнаваемости. Бисерин в ряду. Бисерин в ряду. Бисерин в ряду. Бисерин в ряду. Будем coresерина. Бисерин в ряду. Бисерин в ряду. Делаем пиле. Вязание очень часто хочется сделать примерку работы и представить, что же в итоге получится. Не отказывайте себе в этом, наслаждайтесь процессом, ведь вяжем мы не для того, чтобы загрузить себя работой, а чтобы получить удовольствие. Когда необходимый размер футляра для духов будет достигнут, сделаем соединительный столбик и узелок. Далее обрываем нить, а хвостик нити можно вставить в иглу и спрятать в крайнем ряду, чтобы ниточка не выскакивала наружу. Вставляем флакончик с духами в свой новый домик и любуемся своей работой каждый раз, когда достаем его из сумочки. Надеюсь Вам понравилась такая идея оформления духов и сам мастер класс был для Вас понятен. Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Напоминаю, что все полезные ссылки Вы найдете под видео, для этого нужно развернуть описание. А я на сегодня с Вами прощаюсь, встретимся в новых мастер классах. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok